Тошнит от ВУЗа массовое отравление студентов в экономическом университете Екатеринбурга. Два десятка человек попали в больницу с подозрением на дизентерию. У всех схожие симптомы, лихорадка, боль в животе и рвота. Где ребята могли подхватить заразу, пока не ясно. ВУЗ ситуацию не комментируют, но не исключено, что неудачно студенты поели в другом месте. Своё расследование провела Юлия Анашкина. Санитарный день в этой столовой может затянуться надолго. Пищеблог в экономическом ВУЗе не работает после того, как два десятка его студентов попали в больницу. У всех подозрения на кишечную инфекцию. У нашего одногруппника дня 3-4 назад он в больницу лёг. Поел в столовой, ему плохо стало. Точно не знаем, что у него случилось. Сказали, что он отравился в столовой. Всего за последние дни к врачам обратились 22 студента. У них тошнота, рвота, боли в животе и высокая температура. Сначала диарея, жидкий стул. Потом поднялась температура сначала до 38 градусов, потом до 40. Мы поехали в больницу. Там поставили ярно гастроэнферит и предложили лечь в больницу. Четверо человек от госпитализации отказались. Остальные 18 теперь соседи по палатам в инфекционном корпусе. По словам медиков, здесь пострадавшие пробудут не меньше недели. За это время врачи должны поставить им точный диагноз. Предположительно, это дизентерия. На текущий момент поэтому мы обзываем это достаточно широко. Кишечная инфекция. Ну а что это дизентерия и дизентерия какая, я думаю, что мы уточним в течение нескольких дней. Откуда взялась зараза, пока не ясно. Источником бед могли стать вирус, антисанитария или просроченные продукты. Пока точно не установлено даже то, где отравились студенты. Как выяснилось, некоторые пострадавшие в столовой вуза вообще не питаются. По словам Арзумата, его одногруппник попал в больницу после обеда в местном кафе. Ему и мне плохо стало, потому что мы переели, наверное, как бы фастфуды, из-за этого лежит больница. Поэтому прокуратура намерена проверить все близлежащие заведения общепита. Эксперты возьмут пробы продуктов и смывы с оборудования. Будут изучаться, анализироваться договоры на поставку продуктов питания на предмет возможных просрочки продуктов, из которых готовили пищу. Кроме того, работают сотрудники Роспотребнадзора. Ими будут отобраны смывы в помещении пищеблока. И, кроме того, отобраны продукты питания для проведения исследований. Руководители, не следившие за тем, что делается у них на кухне, будут привлечены к административной ответственности. А если студентам станет хуже, виновным может грозить даже уголовное наказание. Юлия Нашкина, Александр Кожеватов. Главные новости Екатеринбурга. Юлия Нашкина. Продолжение следует...